МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это мои друзья, все здесь. А, все друзья? Да, да, да. Это будут наши друзья. Понятно. А сами ездите на мотоцикле, катаетесь? Ну, это было очень давно. Планируем. Планируете? Да, планируем быть участниками этих шоу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Предприятие открытия мотосезона. У нас на территории Геннезепского района зарегистрирован мотоклуб. Президент как раз здесь присутствует. Ну, и предварительно мы, повстречавшись, поговорили план действий, план мероприятий по открытию. Ну, а самое главное, конечно, для нас, для госавтоинспекции, это строгая неокрестительность, наблюдение правды на движение. Ну, а такие помощники, как общественность, нам нужны всегда. Поэтому мотосезон, который на сегодняшний день ездит по дорогам Геннезепского района, будет нам помощником в выявлении, скажем так, недостаток и скорейшей реализации по этой стране. То есть это еще одни такие добровольные помощники, которые нам помогут привести соответствие в дороге и улице Геннезепского района. А, Виталий Павлович, скажите, а вообще правонарушений среди мотоциклистов много? Мотосезон, как я только сказал, только открывается. Надеюсь, что их не будет, потому что вот как раз такие люди, которые здесь присутствуют, если они будут пропагандировать именно это строгое соблюдение данного движения, да, то их вообще не будет. То есть надеюсь, что в дальнейшем этот сезон будет безаварийным, ну, и во благо всем. А сколько вообще людей у вас? Сколько мотоциклистов, любителей или профессионалов? С каждым годом, в принципе, прибавляется. В этом году еще больше стало членов клуба. Люди тянутся, люди видят, что в клубе порядок, есть дисциплина. В счет этого все больше и больше членов функций у нас в городе Геннезепс. Ну, а вы проводите вообще какую-то работу по безопасности у себя в клубе? У нас нельзя без экипировки кататься, то есть есть определенные правила в клубе, поэтому исключают нарушения. На сегодняшний день территория Геннезепска района – это 1300 километров дорог, да, это самоподерженность, 1300 километров, поэтому в одной части ГИБДД не может быть везде и сразу. Ну, а количество 50 человек, даже тех же мотоциклистов в разные точки Геннезепска района, они нам могут подсказать, где какая-то нестандартная ситуация, та же яма, отсутствие знака, освещение. То есть это, скажем так, в короткие сроки позволит максимально воздействовать на ситуацию и устранить. Поэтому мы только за такие движения, потому что общественность на сегодняшний день в полной мере осознала, что соблюдение прямого движения – это их самая прямая, не то чтобы обязанность, а самоответственность приводит к снижению аварийности. Поэтому если они сами в шлеме, если там фар их видят, то они, если какая-то, не дай бог, нестандартная ситуация, они живы, потому что они в копировке в шлеме. Поэтому мы только за такие движения и хотим, чтобы побольше таких было и есть, а теперь уже брать с кого принять. Ну, это, естественно, администрация до, коза, когда есть какое-то положительное развитие вот таких некоммерческих организаций на территории района. Самое главное, хотел бы дополнить, наверное, выезд на дорогу мотоциклов – это как-то организует и всех остальных участников дорожного движения. Это, соответственно, наверное, уменьшает аварийность. А самое главное, наверное, что я бы хотел сказать – надо смотреть в будущее. Такой мото-клуб в нашем городе – это, думаю, в перспективе хороший центр для того, чтобы привлечь в наш город других мотоциклистов из других клубов. Это развитие туристических схем каких-то, туристических маршрутов на мотоциклы. Я думаю, что это интересная тема. Мы видим, как город реагирует на открытие мотосезона. Я думаю, что это перспектива. Слушаем команду, начали движение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА